Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта Анапа, в непосредственной близости от моря, в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир, благоустроенная дворовая территория, уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект 255-2, телефоны 48300 и 48333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Эфир канала РЕН. Продолжают новости Анапа-регион. В студии Кристина Рабина. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Точки продаж, пиротехники и другие правила безопасности обсудили на краевом селекторном совещании. Новый год приходит с подарками в каждую семью. В пансионате «Полярные зори» для детей украинских беженцев провели новогодний утренник. Готов к труду и обороне. Старая добрая традиция вернулась в нашу жизнь в этом уходящем уже году. Мастер-класс от Юлии Воробьевой. Художник и руководитель творческого клуба от А до Я рассказывает, как сделать праздничный стол нарядным. А сейчас обо всем подробнее. На краевом селекторном совещании губернатор Кубань Александр Ткачев поручил взять под контроль точки продажи пиротехники. О чем еще говорили на Совете безопасности, расскажем прямо сейчас. По статистике в новогодние праздники количество пожаров увеличивается. Основные причины – неосторожное обращение с огнем, отопительными приборами и фейерверками. Еще раз донести до личного состава ваших подразделений просьбу бдительности, еще раз бдительности. И, конечно, профилактика. По поручению Александра Ткачева в декабре во всех муниципалитетах края проведена работа с неблагополучными, многодетными и приемными семьями, а также семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Межведомственные рабочие группы проводили беседы с родителями и детьми о правилах использования фейерверков, проверяли пожарную безопасность в домах. Особое внимание пиротехнике и ее качеству Александр Ткачев поручил главам муниципалитета взять под контроль все точки продаж. К краевому министерству образования провести разъяснительную работу с детьми и родителями. Начальник регионального МЧС Александр Козликин сообщил, с 25 декабря сотрудники перешли на усиленный вариант несения службы. Подразделения переведены в режим повышенной готовности. И в Анапе службы переведены в особый режим работы. Обеспечивать безопасность будем с учетом специфики города-курорта, с учетом того, что к нам приедет много гостей. Начиная от встречи гостей, заканчивая проведением массовых мероприятий, это различные утренники, новогодние поздравления и праздники. Начиная от обеспечения пожарной безопасности, заканчивая общей безопасностью. Понимание есть, силы и средства и силовиков, и муниципального образования приведены в полную готовность. У нас есть организованы дополнительные бригады, группы, для того, чтобы обеспечить подачу стабильную и электроэнергии, и воды, и газа. То есть предоставление всех коммунальных услуг. Совместно с полицией проходят проверки складов и магазинов по продаже пиротехники. В местах массовых гуляний организованы дежурства сотрудников экстренной службы. С наступающим Новым годом поздравили инспекторы роты ДПС водителей. Останавливали автомобили не для проверки, а для того, чтобы вручить подарки. Как реагировали автолюбители на поздравления смотрите прямо сейчас. Инспекторы ДПС останавливали все проезжающие машины, застав водителей врасплох. Когда инспектор в очередной раз махнул черно-белым жезлом, для девушки-водителя Серафимы это стало неожиданностью. Ведь правил дорожного движения она не нарушала. Сегодня неожиданным для меня оказалось поздравление от инспекторов роты ДПС. Очень приятно. Вообще меня не останавливают. Я являюсь послушным водителем, не нарушаю. И всем желаю того же. Дисциплинированным водителям, у которых нет штрафов, инспекторы вручали традиционный новогодний напиток и поднимали настроение новогодними пожеланиями. От лица руководства у нас по своей роте, поздравляю вас. Поздравляю вас. Желаем счастья, здоровья, удачи. Огромное. Неожиданностью сплошной. ИБДД останавливает вежливое, совершенное. Вручайте штрафную бутылку шампанского к Новому году. Это очень приятный подарок. Акцию провели, чтобы поднять перед Новым годом настроение всем водителям, напомнить о важности правил дорожного движения и поощрить дисциплинированных водителей. Самое главное, чтобы все соблюдали правила дорожного движения. И накануне Нового года лучше свои личные транспортные средства не использовать, так как у нас город полностью заполнен пробками. Вместе с пожеланиями к Новому году инспекторы пожелали водителям безопасного движения. Новый год приходит с подарками в каждую семью. Для детей из больших семей с небольшим достатком провели утренник. В городском театре с конкурсами, песнями, хороводами и подарками от Деда Мороза. Более ста детей из Луганской и Донецкой области посетили новогодний утренник. На протяжении всего праздника ребята и взрослые водили хороводы, танцевали, участвовали в играх и конкурсах. Получили огромную удовольствие не только дети, но и взрослые. Все как будто в сказку попали в детство, окунулись в рай небесный. Все веселые, улыбаются, счастливые. Дети рады, вы считаете, счастливые такие лица, вы нам действительно праздник устроили. Большое вам спасибо всем жителям России за то, что наши детки улыбаются. Какие счастливые все лица. И мы улыбаемся, и мы счастливые. Спасибо вам большое. Детям, оказавшимся в совершенно незнакомом городе, особенно важно уделить максимум внимания и заботы, подарить им ощущение дружеской обстановки и, конечно, приближающегося праздника. Мне понравились больше всего вот эти девочки, страшилки, и девочки со шляпками. Мне как там еще эта девочка в короне понравилась, и снежный барс понравился. Дед Мороз и Снегурка пожелали ребятам исполнения желаний, загаданных в новогоднюю ночь. Взрослым внутреннего покоя, благополучия, радости, мира в душе, здоровья и счастья. Еще один утренник прошел на сцене городского театра. Наш корреспондент Наталья Змызгова взглянула на детский праздник с позиции взрослого человека. Подробности далее. Радость не имеет национальности, добро не имеет территориальной принадлежности. Центр национальной армянской культуры Анапы провел благотворительную елку в городском театре. Нежные снежные барсы поздравили ребятишек и взрослых из малообеспеченных семей. Этот праздник, он организовывается у нас ежегодно силами бизнесменов, предпринимателей и просто анапчан правления Центра армянской национальной культуры имени Николая Рамовича Испиряна. Мы стараемся от 3 до 10-11 лет. Это абсолютно не все дети Центра армянской культуры, дети всех национальностей и вероисповеданий, будем так говорить. Ну, в основе своей мы приглашаем детей, малоимущих семей детей, у которых нет у кого-то из родителей. Почти 500 детей посмотрели спектакль и интерактивное представление у елки, получили подарки от Деда Мороза, разные карнавальные костюмы, ростовые и плюшевые куклы, герои любимых мультфильмов и настоящая сказка, до которой можно было дотянуться рукой. Скоро, скоро, Новый год, скоро, Дед Мороз придет, он подарки нам вернуться и стихи читать нас просит. Наша елка велика, наша елка высока, выше папы, выше мамы, достает до потолка. Что такое Новый год? Это все наоборот. Елки в комнате растут, белки шишек не грызут, зайцы рядом с волком на колючей елке. Даже самые маленькие участники шоу уже знают традиционную новогоднюю песенку. Когда есть дети, взрослым можно с чистой совестью веселиться под елкой и самим. А некоторые взрослые до сих пор помнят новогодние стихи. Праздник просто великолепный. И праздник это не только для детишек, но и для родителей. Очень яркое шоу. Дед Мороз прислал нам елку, огоньки на ней зажег. И блестят на ней иголки, а на веточках снежок. Праздник получился масштабным и веселым. Сколько улыбок дети подарили сказочным героям. Было роздано вот столько пригласительных билетов, и дети получают вот такие подарки от Деда Мороза. Жалко, что нет возможности, чтобы инвалиды присутствовали. Новый год это торжество добра и положительных эмоций. Приятно их получать, но вдвойне приятно их дарить. И в продолжение темы. В пансионате Полярной Зори для детей украинских беженцев провели новогодний утренник. Ребята встретились со сказочными героями и получили сладкие подарки. Девятилетнюю Аню Алексейенко ждал особенный сюрприз. Девочке вручили подарок от главы города Сергея Сергеева. У нас в городе есть очень добрый, хороший дядя, который исполняет желания всех деток. Вот он прислал меня, чтобы я тебя поздравила с наступающим Новым годом. Подарок на Новый год от главы города-курорта Сергея Сергеева – большая говорящая кукла, о которой Аня давно мечтала. Девочка и ее мама Елена Алексейенко приехали из Донецкой области в Анапу в октябре. Сейчас живут в пункте временного размещения беженцев в пансионате Полярной Зори. У Ани детский церебральный паралич. Городские власти постоянно помогают семье медикаментами и обеспечивают лечением. Поздравить Аню с Новым годом пришел Дед Мороз, который подарил девочке мягкую игрушку и книжку со сказками. Любовью и вниманием окружены. Спасибо вам большое. Мы очень рады, что мы попали сюда из-под этих бомбежек и ощутили всю теплоту и внимание вашего народа к нам. А в клубе пансионата развернулось красочно новогоднее представление. В Полярных Зорях временно проживает более 60 детей беженцев. С наступающим Новым годом всех ребят поздравили сказочные персонажи. Гости утренника пели, танцевали, водили хороводы, участвовали в конкурсах, аплодировали выступлениям артистов. Девочек родители нарядили в костюмы принцесс. Это платье с Украины через два. Это мне бабушка на день рождения покупала. И я так ждала этого праздника. Я тоже сейчас волнуюсь. Каждая девочка иногда хочет в жизни побыть принцессой. Вместе, конечно, тут сложно было, но все равно для ребенка старались, придумали этот костюм. Мы ждали его, ждали эту елку. Для нас он очень долгожданный. Благодарность всей администрации города, администрации нашего пансионата. Мы, какими бы мы ни были, все равно ждем Новый год чудес, особенно для наших детей. В завершении праздника все ребята получили новогодние сладкие подарки от Деда Мороза. Каникулы расписаны, праздничная программа утверждена, безопасность обеспечена. И все же они всегда готовы к нестандартным чрезвычайным ситуациям. В администрации города спасатели поздравили с профессиональным праздником и наступающим Новым годом. С Россией можно дружить. Она добродушна. С Россией можно сотрудничать. Она честная. У России можно попросить. Она щедрая. Россию можно обмануть. Она доверчивая. Но с Россией нельзя воевать. Она непобедима. И вы, в этом плане, имеете самое непосредственное участие. Спасибо вам и низкий вам поклон за это. Спасатели поздравили с профессиональным праздником. Наградили лучших в профессии в этом году. Отметили важность их ежедневного труда. Служба спасения работает в местах пострадавших от стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций, аварий, пожаров. Специалисты становятся нужными даже в рядовых ситуациях. Они являются едва ли не единственной надеждой хозяев квартиры, дверь которой случайно захлопнулась. Или котенка, который забрался в такое тесное место, что не может оттуда выбраться. Спасатели МЧС готовы прийти на помощь 24 часа в сутки. Эта профессия одна из самых опасных и рискованных. Порой спасатели МЧС погибают, спасая жизни других людей. Они не боятся трудностей. Их не пугает ненормированный и непредсказуемый рабочий день. К награде герои внешне относятся спокойно. Говорят, это их работа – служить Отечеству. Но все равно приятно, что их работу ценят. Мы все стараемся. Наша команда добровольно-пожарной дружины очень многое в этом году сделала. Отмечено грамотами, медалями, руководством Краснодара и Краснодарского края. Продолжаем выпуск. Канапа подводит итоги уходящего года. Лучших спортсменов курорта наградили на общегородском торжестве. Накануне Нового года церемония прошла с подарками и сюрпризами. Первый же дал гостей на входе в 10-ю спортивную школу, где проходил праздник. Сотрудники санатория «Янтарь» предлагали бесплатно попробовать кислородный коктейль. Работали 16 интерактивных площадок. Подробнее о спортивных итогах и церемонии расскажет Наталья Змозгова. Спортивная школа номер 10 превратилась на один день в олимпийскую деревню Анапского масштаба. Лучшие спортсмены привезли свои кубки, медали и показательные выступления, чтобы подвести итоги спортивного года 2014. От золотых и серебряных наград зал сиял. Детей и взрослых угощали полезными кислородными коктейлями. Рисовали спортивную атрибутику на лицах болельщиков. В другом углу зала интерактивные спортивные соревнования. Студенты и школьники подтягивались на брусьях, отжимались и разбирали оружие на время. На трибуне почетные гости. Председатель совета депутатов Леонид Кочетов, заместитель главы курорта Сергей Козлов, председатель совета ветеранов Анатолий Гапонов и другие. Вспомнили главное событие года – Олимпийские игры, где анапчане проявили себя сильными и ловкими. Это замечательное событие не только в жизни нашего города-курорта Анапы, в целом страны. Это события, связанные с проведением Олимпийских игр. Именно местом выбранное – это Краснодарский край. Город Сочи, как бы ни было, но наше муниципальное образование немаловажную роль сыграло не только в подготовке этих игр. Благодаря нашему главу города-курорта Анапы Сергея Павловича Сергеева были, по сути дела, такие созданные условия, напряжение такое, подготовки. Конечно, это заслуживает особого внимания. И более того, это огромный труд всего населения города. Олимпийские чемпионы вырастают из обычных мальчишек и девчонок. Старшее поколение гордится юными спортсменами Анапы. И большое дело делают наши детско-юношеские спортивные школы, потому что именно с них начинаются олимпийские чемпионы. И мы горды тем, что они принесли спортивные слова Анапы. Поэтому этот праздник должны, как сказать, прочувствовать все анапчане, видеть это должны и стремиться отдать, как вот нам на входе дали табличку, запиши будущего чемпиона в детскую спортивную школу. Поэтому удачи нашим спортсменам. Галоконцерт открыли танцоры коллектива «Сити Джаз» и «Забава». Номером «Так молоды мы» и начался аппарат достижений спортивных школ. ЮСУШа номер один подготовила в этом году пять мастеров спорта России, сорок кандидатов мастера спорта, одного мастера спорта международного класса, сто перворазрядников и более тысячи спортсменов массовых разрядов. ЮСУШа номер три открыла новые отделения – бокс и кикбоксинг. В школе обучаются девять кандидатов мастера спорта, сорок четыре имеют первый разряд и пятьдесят четыре массовый. ЮСУШа номер пять в этом году набирала учащихся на занятии рукопашным боем Ушу Тхэквондо. Воспитанники ЮСУШа Виктория в краевых и российских соревнованиях завоевали 291 медаль. Подготовлено шесть кандидатов мастера спорта, шесть перворазрядников и 312 человек получили массовый разряд. Виктории проведен ремонт спортивных залов, школа стала участником программы «Доступная среда». Детям с ограниченными возможностями стало легче перемещаться по спортивной школе. ЮСУШа номер семь вырастила за год одного международника, семь мастеров спорта, 34 кандидата и 123 перворазрядника. В ЮСУШа Олимп также отремонтированы залы. Учащиеся привезли с разноуровневых соревнований 54 медали. ЮСУШа номер четыре ежегодно комплектует своими воспитанниками сборную России под дзюдо и самбо. Спортсмены ЮСУШа номер шесть в этом году победили на открытом турнире края по казачьему и по армейскому рукопашному бою. На счету ЮСУШа номер десять за год 99 медалей. Почти сотню наград ребята привезли со всероссийских, краевых и муниципальных соревнований. Подготовлено пять кандидатов в мастера спорта и 15 спортсменов массовых разрядов. Спортсменов, тренерский состав, руководители школ отметили благодарственными письмами главы курорта Сергея Сергеева и подарками. А напчанам есть чем гордиться. Первое место в чемпионате Европы по тяжелой атлетике Олега Чена, который завоевал еще и серебро на чемпионате мира. Третье место в первенстве Европы по самбо Савы Каракизиде. Золото со спартакиадой молодежи России Зарины Бабиньян. Второе место на первенстве Европы по самбо Татьяны Селедковой. Победа во всероссийских соревнованиях морская миля по плаванию Александра Сидорова. Евгения Миновщикова победила в чемпионате России по спортивной гимнастике. Сборная города по хоккею среди любительских команд стартовала с первого места без единого поражения. Открылся футбольный клуб Анапа и по итогам сезона занял третье место. Отличный старт. И это далеко не все победы анапчан. Кроме того, спорт это красиво. Около 5 миллионов рублей потрачено на восстановление материальной базы спортивных школ и площадок. Отремонтированы залы, построены новые спортплощадки. Спорт в Анапе развивается семимильными шагами. А это будущее. Здоровые дети и гордые родители. Медали, кубки и здоровая страна. Спортивная школа номер один подвели итоги уходящего года. Лучших спортсменов, показавших высокие результаты, поздравили с достижениями и вручили подарки. Подведение итогов года проводится одновременно для спортсменов всех возрастов, чтобы самые младшие спортсмены увидели, к чему они могут и должны стремиться. Год выдался удачным. Спортсмены добились очень высоких результатов, получив бесценную закалку на тренировках в спортивной школе. Они добились значимых побед. Мы стали победителями и призерами Кубка Кубернатора по футболу. Мы стали победителями и призерами Края, ЮФО и России по фитнес-аэробике. У нас греко-римская борьба. Наш парень в составе сборной России выиграл все соревнования. У нас по адаптивному спорту, спорт слепых, наш парень занял в этом году, победил на чемпионате Кубка России, стал первым, на Европу третьим и на мир вторым. Это очень большой результат. Вечер прошел в легкой, веселой, праздничной обстановке. В этом году было много соревнований и показательных выступлений. Мне понравилось, когда мы выступали в Новороссийске и получили первое место среди 19 команд старше 18 лет. Все номинанты торжества получили не только заслуженную порцию аплодисментов и добрых слов. Каждый из них получил новогодний подарок. Готов к труду и обороне. Старая добрая традиция вернулась в нашу жизнь в этом уходящем уже году. По словам министра образования Дмитрия Ливанова, начиная с 2015 года, результаты сдачи комплекса ГТО будут учитываться при поступлении в высшие учебные заведения. О том, как проходит сдача ГТО в Анапе, смотрите далее. Этот год начинался с Олимпийских игр, а заканчивается возродившимся фестивалем ГТО. Еще в Советском Союзе существовала программа физподготовки «Готов к труду и обороне». Комплекс был зарожден в 1931 году, а существовал до 1991. Открыли первый краевой фестиваль ГТО «Юные гимнастки», а приглашенные гости пожелали ребятам удачного старта. Добрый день участники соревнований, добрый день судейская бригада, гости нашего города. От главы администрации муниципального образования, город-курорт Анапа Сергея Павловича Сергеева, я хочу вас поздравить с началом фестиваля «Готов к труду и обороне». Пожелать вам удачного старта. ГТО – это не только здоровый образ жизни, но и готовность к защите своей родины. Главная заповедь ГТО – от массовой физкультуры к вершинам высших достижений – от значка ГТО к золоту Олимпиады. Начиная с 2015 года, результаты сдачи комплекса ГТО будут учитываться при поступлении в высшие учебные заведения. Правительство поставило перед нами задачу. Задача – это очень сложная, ответственная – возродить комплекс. Потому что поколение должно быть не просто здорово, оно должно вести за собой и взрослых, и своих одноклассников, будем так говорить, и показывать пример младшему поколению. Программа насыщенная и интересная. Нормативы включают испытания на силу, выносливость, меткость, бег, прыжки, метание мяча, подтягивания на перекладине. Сдача нормативов подтверждается специальными значками ГТО. Программа достаточно насыщенная, включает в себя те виды испытания, которые позволяют определить физическое состояние наших детей. По итогам соревнований мы поймем, какая часть детей соответствует уровню бронзового значка, какая серебряному, а какая золотому. На самых достойных представителей спортивных школ Кубани легла ответственность показать пример своим отношениям к спорту, физической культуре, здоровому образу жизни. Интересные соревнования, испытания все. Вообще все замечательно. Понравилось очень. Два километра пробежали. Хорошо все было. Здорово то, что такое придумали. Это столько, правда. Первый раз такое. Вообще замечательно. Нам понравилось все очень. Ребята приветствуют это начинание, ведь именно физкультура делает человека здоровым. И в завершении выпуска мастер-класс от Юлии Воробьевой. Художник и руководитель творческого клуба от А до Я расскажет, как сделать праздничный стол нарядным, а стандартный напиток новогодней ночи оригинальным подарком. Декупаж бутылки детского шампанского и не только прямо сейчас. За кадром осталась подготовка с бутылки. Надо сначала снять этикетку. Блестящую оболочку на горлышке оставляем. Начнем с того, что мы вот оборвали этикеточки с бутылки. Теперь одеваем перчатку. Берем поролоновую губку. И привычным декупажем мы грунтуем. Загрунтовали, посушили феном. Праздник уже совсем скоро. Ждать, когда краска высохнет некогда. Выбрали салфетку в тему. Новогодние елочки, снеговики, харизматичные олени. Обрываем картинку и расслаиваем салфетку. Нам нужен только верхний цветной. Наносим раствор клея ПВА, разводим его водой прямо сверху по картинке и опять сушим феном. Если на поверхности пузыри, их легко убрать. Ну, их надо просто кисточку немножко больше придавливать и разглаживать. И опять сушим феном. Когда картинка высохла полностью, можно идти дальше. Затем мы берем гипсовую поклевку, разбавляем ее водой и делаем такую вот густую сметанообразную консистенцию. Чтобы рисунок получился воздушным, шпаклевку наносим тонкими линиями. В нашем случае пригодился пакет. Один уголок срезаем и выдавливаем смесь на поверхность бутылки, там, где нет рисунка. Сверху можно пройтись мокрой кисточкой с разведенным клеем ПВА и посыпать блестками. Или украсить яркими блестящими мелочами. Или придумать свой вариант декора. И все. Подарок для встречи новогодней ночи готов. Это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. В среду 31 декабря в Анапе малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем 0,1. В новогоднюю ночь до 2 градусов мороза. Ветер северо-восточный 10 метров в секунду. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 7 градусов. В четверг 1 января, в первый день нового года, солнечно и ясно. Температура воздуха днем 0,1. Такая же температура сохранится и ночью. Ветер северо-восточный 7 метров в секунду. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 7 градусов. Далее блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Випар» в торговом центре «Алиса». Поступила новая коллекция одежды к Новому году. Платье вечернее и на каждый день. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. Увидимся в новом 2015 году. Желаем вам приятных праздников, исполнения желаний, здоровья и благополучия. Пусть в каждый дом с боем курантов придет счастье и мир. Следующий выпуск новостей будет уже в новом году, 5 января. До встречи. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», 1 этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова